Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Югра в студии Лариса Мацур. Впервые встали на лыжи, попали на бокс и даже сыграли в КВН. Дети из Белгородской области активно проводят время в Югре. Трехметрёвого шахтёра и даже лопаты привезли с собой. Расскажем, как прошли гастроли Донецкого театра в Югре. Домой разъехались на своих машинах. Победители викторины достижения Югры получили ключи от автомобилей. Ханты-Мансийск принимает фестиваль «Северки». В нём примут участие более 30 команд. Половина из них – это опытные юмористы, которые ранее выступали в официальных лигах КВН, а также в телевизионных проектах. Они разыграют между собой главный приз фестиваля – это 100 тысяч рублей. Ранее такой же фестиваль прошёл в Нягоне. Играют здесь и школьные команды. Они выйдут на КВН-овскую сцену впервые. До поступления они прошли школу КВН, где наставники учили их писать шутки и как правильно вести себя на сцене. Среди школьных команд есть и коллективы из Белгорода. Их пять. Впервые выйдут на сцену, на КВН-овскую сцену, возможно, вообще на сцену в своей жизни. Первый раз. И я думаю, что их волнение одолевает просто очень сильно. Но мы надеемся, что они с этим справятся. По крайней мере, мы будем сейчас во время игры с ними за кулисами поддерживать, подбадривать. И чуть что, конечно же, помогать. Это совершенно спонтанное решение было. Ну вот теперь выступаем. Раньше до этого в КВН играли? Нет. Впечатления? Как вам? Вы сейчас на сцену, был генпрогон. Что можете сказать? Страшно? Наверное, такая слишком большая эйфория в мой мозг ударила. Я стою и не знаю, что делать. Но все же подсобралась. И вроде бы все хорошо получилось. В этом году «Северка» пройдет в новом формате. И по итогам фестиваля сильнейшие попадут для участия в телевизионном проекте «Игры на Севере». Дети из Белгорода впервые встали на лыжи в Ханты-Мантийске. Сейчас в столице Югры находятся на обучении и реабилитации 86 школьников. Помимо образовательной программы, для них организовали и культурную. Это посещение музеев и спортивных объектов. Так, в центре зимних видов спорта многие впервые взяли в руки лыжные палки. Под руководством опытных тренеров дети познакомились с коньком и классикой. И такая насыщенная программа в каждом муниципалитете, которую принял школьников к себе. Это Сургут, Нижневартовск, Агалым, Сургутский район. Всего округ примет 623 человека. «Минус 4 – это лучше, чем в Белгороде 0». Я знал, что здесь снега будет много. Я вообще думал, у меня настроен был, что будет минус 20, так холодно будет как-нибудь. Интересно, да, красиво, пейзаж красивый, все красиво. Как тебе в Ханты-Мантийске? Классно. Эмоции получаю. Пока непривычно, потому что первый раз. Но я думаю, сейчас привыкну. У вас снега уже нету давно? Нет, у нас уже тепло, у нас уже плюс 20. Финал Кубка нефтяных стран по боксу посетили гости Нижневартовска, школьники из Белгорода. 108 детей приехали в столицу Самотлора вместе с комфортными бытовыми условиями. Организация учебного процесса для ребят запланировали и культурную программу. В том числе и посещение финальных боев международного соревнования, которое традиционно проводится в Югре. Для белгородских гостей выдалось уникальный случай побывать на Кубке, пообщаться с известными спортсменами и даже при желании самим позаниматься боксом у нижневартовских наставников. Очень рад побывать на таком мероприятии. Кубок нефтяных стран – это очень хорошее мероприятие. И каждому спортсмену нужно мероприятия такие смотреть. Сейчас я пообщалась с ребятами, которые пришли сегодня на Кубок мира по боксу среди нефтяных стран. Многие из них уже зарядились энергией наших спортсменов и готовы как раз идти в секции, заниматься спортом. У нас очень развитая спортивная инфраструктура в регионе, поэтому я думаю, что ребята как раз максимально используют этот период, в том числе для того, чтобы, что называется, попасть на волну спорта полноценно. Сегодня, а в первый день после весенних каникул, за парты в Югре сели не только наши ученики, но и дети из Белгородской области. Напомню, в Ханты-Мансейской, Сургуте, Сургутском районе Нижневартовске и Когалыми сейчас находится более 600 гостей от 5 до 18 лет. Все выходные они знакомились друг с другом, а также нашим регионом. В Сургуте, к примеру, ребят вывозили на ознакомительную экскурсию по городу, провели спортивные и развлекательные игры, а в Сургутском районе – Музей природы и человека имени Александра Ядрышникова. Впечатлениями о первых днях отдыха дети поделились с нашим корреспондентом. Тут тумбочка мы складываем, шкаф. Входная дверь и стены нежных оттенков, шторы с бантиками. В этой комнате дизайн для девочек продуман до мелочей. Для косметики отдельные полки, вещи уместились в шкафу. Для трех девочек места вполне достаточно. Ульяне Персияновой особенно нравится вид из окна. А при желании она и ее соседки выходят пообщаться и посмотреть телевизор в лаунж-зону. Кормят вкусно. Прямо всегда мы встаем и идем. Если мы пропустили завтрак, мы можем, конечно же, еще в 10 утра пойти позавтракать. Живется тут хорошо, кровать удобная, все хорошо. Диванчики там есть, можно телевизор посмотреть, либо же поиграть. Можно походить, посмотреть еще, пойти погулять на улице. Для прогулок, правда, свободного времени практически нет. Весь день продуман и расписан по минутам. Пока одни уехали на экскурсию, другие знакомятся через игры. Вот, к примеру, так называемый веревочный курс. Поделившись на команды, мальчики и девочки должны выполнить задания с помощью нитей. Например, перенести вазу с одного места на другое, теннисный мяч или создать рельсы, по которым прокатится шар. Тут нужно проявить свою творческую интуицию, способность, чтобы выполнить это задание. То есть задания непростые. Сплочение происходит за счет того, что ребята договариваются о выполнении задания. То есть задание нужно выполнить в любом случае. То есть они не переходят на следующий этап, если не выполнят один этап. Им нужно договориться и выполнить его вместе. Очень интересно, очень круто и занимательно. Мне очень нравится. Очень интересно, мне понравилось то, что с рельсами. Сдружили со всеми. Вообще со всеми. Все очень хорошие, все очень добрые. Вообще все замечательно. Созвездие, которое все называют медведицей, коренные жители считают лосиной парой ног. В Музее природы и человека имени Александра Ядрошникова дети из Белгородской области знакомятся с культурой, бытом и историей жителей Севера. Здесь лоси, рыси, птицы. Уникальная зоологическая коллекция. Я просто в шоке. Все понравилось. Да, тебе чуть-чуть понравились. Я узнала, что человек за 30 лет сделал так много всего. И мне все нравится здесь. Мне понравилось, как это все натурально выглядит, как они как будто бы настоящие. Лисы, зайцы, рысь очень хорошо сделана, красиво все выглядит, натуражно и хорошо рассказывает. Детей из Белгородской области ждет еще много культурных, спортивных и познавательных мероприятий. Но теперь уже не весь день напролет, а вовне учебное время. Сегодня гости вместе с другими учениками сели за парты в образовательных учреждениях Сургута и Сургутского района. Лиана Киамва, Владимир Гайнзи, телекомпания «Югра», Сургут, Сургутский район. В Югре выросло число машин, отправляемых на фронт в качестве помощи нашим бойцам. Гуманитарный добровольческий корпус Югры сформировал три полных автовоза. При этом часть машин осталась на складе, ожидать следующей отправки. Среди них как списаны, так и абсолютно новые машины. Часть закуплены благодаря народным сборам средств. Часть приобретена неравнодушными предпринимателями из Югры. В прифронтовой зоне машины по сути расходный материал, поэтому и требуется постоянное пополнение автопарка. Сегодня отправляем 15 пушет, три автовоза у нас уезжают, все машины адресные, то есть уезжают конкретно военнослужащим или на подразделения. Собирали, в принципе, югорчане собирали, администрации собирали. В основном едут УАЗики, Нивы, дорожники различные для выполнения тех целей, которые стоят перед нашей армией. Гастроли Донецкого театра завершились, но впечатления останутся надолго. Театр из-под шефной Макеевки привез в Югру три постановки. Завершающим стал пока спектакль «Шахтерская дочь» в Ханты-Мансийске. О декорациях, гастролях и впечатлениях актеров о Югре подробнее в следующем сюжете. В Югре ворона-вестник весны, но для Донецкого театра это символ рока. Марионетка вороны была изготовлена мастером из Подмосковья и доставлена в Донецк. Уже там актер искал подход к будущей коллеге. Осваивал я ее достаточно так долго, это не так уж просто. Но подружился с ней и как-то она вот вошла и работает. Около четырех тысяч километров преодолели реквизиты Донецкого театра для того, чтобы егорские зрители прониклись в спектакль. Трехметровый шахтер, медведи, барабаны и даже лопаты с ведрами путешествовали по Югре. Часто трупе задавали один и тот же вопрос. Вы это все повезете с собой? Мы говорим, да, мы все свое возим с собой. Потому что актеры к этому привыкли, они уже приловчились, каждый к своему предмету. Это нельзя найти на стороне, это очень сложно. В каждой детали спектакля заложен смысл. Для зрителей – пьеса, для дончан – суровая реальность. Так, абрикосовое дерево с одной живой веткой, вороны, мосты и терриконы – все это отсылки к Донецку, начиная с 2014 года и по сегодняшний день. Особый смысл заложен даже в костюмах актеров. Эти костюмы стерилизованы под костюмы из древнереческой трагедии. Потому что вот те темы, которые затрагиваются в этом спектакле или в этом произведении, годы идут, века сменяют друг друга, а люди никак не могут поделить там что-то. Выражается это не только в костюмах, но и в пластике и ритме пьесы. Сама поэма, на которой основан спектакль, была написана еще в 2016 году уроженкой Донбасса Анной Ревякиной. Сложная тема, но мне нравится сюжет, линия выстроен режиссером, о том, что шахтерская дочь, когда идет все-таки за отца сражаться, она снайпер профессиональный, она поглощена злом и местью. И затем все же она понимает, что зло – это не есть хорошо. Это первая постановка театра с начала специальной военной операции. Подготовка к спектаклю была непростой. Но даже к этому труппа привыкла. Постоянные репетиции сменяются гастролями. Страшно, когда детки идут, а там земля дрожит, они идут, смеются, а потом начинают говорить, так, ребята, посмотрите, у нас у всех телефоны наши есть, чтобы мы отзванивались друг к другу. Вот это, конечно, слышать. Постановки увидели зрители Коголыма, Нижневартовска, Сургута, Нягани, Югорска и Хантамансиска. Театр из-под шефной Макеевки угорчане встретили тепло. Принимают здесь очень тепло, очень радушно. Люди простые, люди добродушные. Мы себя здесь чувствуем очень комфортно. Прошедший спектакль в Хантамансиске закрыл гастроли по Югре. Донецкий театр отправился домой. Милана Гусейнова, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Хантамансиск. В России началась весенняя призывная кампания. Важно отметить, что призывников не будут направлять в пункты дислокации наших подразделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и для участия в выполнении задач СВО. Срок службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации на территории РФ, кроме новых регионов страны. В ходе призыва особое внимание снова будет уделяться комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Начало отправок со сборных пунктов запланировано на 15 апреля. По итогам осенней призывной кампании, автономным округом, установленная штабом Центрального военного округа на призыв к граждан задания, выполнена в полном объеме вооруженной силой РФ, призванной 1717 югорчан. Задание на везение призыва на 1732 человека. В Югре стартовала неделя семейных МФЦ. Для жителей окружной столицы организовали день открытых дверей в одном из профильных многофункциональных центров округа. В период с 1 по 6 апреля в семейных центрах пройдут творческие мастер-классы и профессиональные консультации от специалистов социальных служб. Напомню, в нашем регионе семейные МФЦ функционируют в двух городах – Ханты-Мансийске и Сургуте. Особой популярностью учреждения пользуются у семей с маленькими детьми. Здесь оформление любых документов занимает намного меньше времени, чем в обычном МФЦ. Все этапы оформления проводят в режиме одного окна. Большинство документов и справок, которые нужны для получения социальных льгот, сотрудники центров могут запрашивать без участия самих граждан. Четыре окна приема – зона цифровых сервисов с выходом в интернет. Центр устроен так, чтобы посетители могли получить консультацию максимально оперативно. Семья любая, независимо от уровня дохода, от положения в семье и так далее, может обратиться за предоставлением социальных услуг в одном месте. Мы не будем гонять семью в агентство социального благополучия для признания. Или не будем направлять там какие-то другие инстанции. Мы постараемся в одном центре максимально разрешить те вопросы, с которыми к нам обратилась семья. Семейный МФЦ направлен на сохранение времени семьи, потому что есть такие вопросы, которые решать нужно быстро, срочно, привлекая полностью всех специалистов и многие учреждения города. Сургутский госуниверситет попал в топ-3 лучших вузов Уральского федерального округа. Такой рейтинг третий год подряд составляет агентство РАЭКС. Он отличается тем, что всю информацию об университетах специалисты находят в открытых источниках. При распределении мест учитывают качество образования, научную и общественную деятельность вузов. Главная задача – определить лидеров в регионе. Стоит отметить, что в рейтинге Уральского федерального округа в этом году по сравнению с предыдущим обошлось без сюрпризов. Первое место занял Челябинский государственный университет, возглавлявший список годом ранее. Вторая строчка вновь досталась техническому университету УГМК в Верхней Пышме. А вот на третье место поднялся Сургу, опередивший в этом году Уральский государственный юридический университет имени Яковлева. Повышение места в этом рейтинге – это свидетельство того, что прошедший год университет работал плодотворно, добился определенных результатов в науке, в среднем балле ЕГЭ. Ну и, наверное, косвенно на это повлияло его активное участие в жизни региона. Потому что университет традиционно является площадкой как для проведения своих мероприятий, конференций, фестивалей, так и для проведения общекружных мероприятий. Работники культуры Сургутского района получили награды и благодарности в связи с профессиональным праздником. Несмотря на удаленность поселений, в каждом есть своя библиотека, а еще музеи и школы искусств. Больше 750 работников трудятся в учреждениях культуры. На церемонии награждения побывала Наталья Соловьева. Работники культуры это такие профессионалы, которые все праздники проводят на работе. Новый год, 9 мая, поэтому обычно в их профессиональный день им дают отдохнуть. В этот раз в Сургутском районе на торжественном мероприятии по случаю дня работников культуры концертную программу сделали минимальной. А вот поздравлений и слов «спасибо за труд» было много. Работники культуры получили из рук главы Сургутского района Андрея Трубецкого почетные грамоты и благодарственные письма. Всего за наградами приглашали на сцену 30 человек. Многие виновники торжества также были удостоены занесения на доску почета. Здесь, наверное, две категории оценки деятельности. Если это педагог, то, возможно, каких результатов добился его ученик в конкурсах, в фестивале Всероссийского международного уровня. Если ты директор, то твое учреждение должно добиться тоже определенных результатов. В Сургутском районе 19 учреждений, 3 музея, 6 больших школ искусств, библиотека в каждом поселении. У нас не так давно открылся, буквально несколько лет назад, в Барсово многофункциональный культурно-досуговый центр. Мы открыли в новом здании, не в новом здании, но в новых условиях, Барсовскую детскую школу искусств, которую назвали центром цифровых компетенций. У нас культура сегодня на очень высоком, серьезном уровне занимается объектами культурного наследия. И примером этому служит туристическая тропа человечности. Это такой, я считаю, вообще мегапроект, реализованный силами работников культуры в первую очередь. Скоро приступят к строительству музея. На Барсовой горе начали возводить культурно-досуговый центр в Солнечном. При этом в Сургутском районе успешно решают кадровый вопрос. Специалистам, приехавшим из других регионов, полагается компенсация аренды жилья. Также с 1 января этого года оклады работникам культуры подняли на 20%. Югра вышла в полуфинал Кубка Петрова. Подопечные Вадима Ипанчинцева обыграли Химик в седьмом матче. Он состоялся в эти выходные в Ханты-Мансийске. Хоккеисты из Воскресенска щекотали нервы югорчанам протяжении всей игры. Они дважды оставляли Мамонтов в роли догоняющих. Но Авраменко и Шексадаров оставили югру в игре. Переломил ход встречи Егор Черников. В середине третьего периода он выкатился один на один с вратарем и отправил шайбу ворота. Последние минуты Химик провел в атаке. Сняв вратаря, гости бросили все силы вперед, но вскоре поплатились за риск. Максим Кицин со своей половины площадки точным броском поставил точку в этом противостоянии. 4-2 в матче, 4-3 в серии. В полуфинале Югра сыграет с тульским АКМ. Серия начнется в Туле 3 апреля. Гаджеты, сертификаты на маркетплейсы, машины и квартиры. Победителям викторины достижения Югры начали вручать подарки. Первыми свои ключи забирали новоиспеченные автовладельцы. Всего их 31 человек из разных уголков Югры. Всем округом мы следили за их эмоциями после заветной СМСки. Кто-то сразу не поверил, кому-то она стала главным подарком ко дню рождения. Для кого-то стимулом стать автомобилистом. Впрочем, все подробности смотрите сами. Круче, чем папа теперь будет и Максим Амаров. Мальчику 12 и он из многодетной семьи, где воспитывают 14 детей, 10 из которых приемные. Максим теперь гордится, ведь благодаря его везению в семье появилась еще одна машина. Есть машина? Есть машина. Ну, это и применение-то найдете? Конечно. Мы же в одну не вмещаемся всей семьей. На две машины мы будем делиться. А вот Мария Поликарпова заветную СМСку о том, что выиграла машину, прочитала на следующий день после совершеннолетия. Как и остальные, своим глазам поверила с трудом. Девушка расценивает это как знак, что ей обязательно нужно освоить вождение. Мария будущий педагог. Но сразу после этих новостей пошла и в автошколу, чтобы сесть за руль своего собственного авто. Мы пошли активировать код. Мы участвовали всей семьей, поэтому сначала мама и сестра. И я только в конце решила, чтобы последний быть. Они все получили значки. Я такая, ну, у меня, наверное, тоже значок. Как бы ничего страшного. Автомобиль. Я сначала не поверила, потому что неожиданно было как-то. Коллега Марии только с огромным трудовым стажем. Ветеран труда, ребенок войны. Учитель географии из Мегиона Тамара Зыкова. Она самый старший победитель викторины. Тамаре Яковлевне 81 год. За руль она, говорит, не сядет, зато будет чаще с детьми и внуками ездить по делам на своей машине. Я еще не верила в очень долгое время. И когда меня начали поздравлять и мои выпускники, и жители, у всех были довольно приятные такие пожелания, поздравления. Не из зависти, не из корысти, а именно с душой доброй. И мне это было, конечно, очень приятно. Новые лады Веста получит 31 югорчанин. Для удобства новоиспеченных автовладельцев в автосалоне «Форвард Авто» можно сразу оформить всю необходимую документацию, что называется «Подключ». Из салона все уедут на своих машинах. В автомобиле имеется кондиционер, задние дисковые тормоза, все системы безопасности современного автомобиля, подогревы сидений, оснащена кнопкой старш-стоп. Автоваз дает гарантию 3 года, либо 100 тысяч километров пробега на данный автомобиль. В викторине достижения Югры в этот раз приняло участие рекордное число югорчан. Это около 1 миллиона человек. Общее число предыдущих четырех было всего лишь полтора миллиона примерно. А здесь у нас почти миллион. Для нас, как для организаторов, это очень значительные числа. Сегодня в торжественной обстановке мы наконец-то смогли передать людям, которые сначала не верили в свою удачу. Мы лично созванивались с ними со всеми по телефону. Слушали их эмоции, тоже вместе с ними радовались. Радость еще предстоит многим из тех, кто неожиданно для себя стал новоселом. Выдача подарочных квартир тоже началась. Во время проведения викторины обладателями собственных квадратов жилья стали 23 человека. Кроме того, 50 югорчан получили цифровые сертификаты на технику и в маркетплейсы. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, Николай Пудин. Телеканал «Югра», Сургут. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале «Югра».